И снова здравствуйте С вами опять я, Токарин Вениамин Николаевич Сегодня у нас 2 января 2015 года Я бы хотел предложить вам сегодня если можно так сказать свободную тему но тема все таки у меня есть а вообще я хочу предложить вам немножко, ну вот в течение этого часа хочу предложить вам порассуждать дело в том, что не русское слово латинское слово логика нам переводится как рассуждение вот и это слово русское слово рассуждение имеет корень слова, обязательно суд а вот такое слово как суверен это французское слово вот понимаете я вот сейчас сижу передо мной компьютер вот у меня передо мной компьютер и я здесь немножко уже что-то набрал предварительно чем начинать эту запись суверен французское слово нам дают в переводе как высший верховный лицо которому без каких-либо ограничительных условий и в течение неопределенного срока полностью принадлежит верховная власть в государстве вот я хочу коснуться здесь наше любимое все путин вв наше ввп вот это маленькая тема от которой мы потом отойдем и просто поговорим у меня давным-давно крутится в голове мысль о том чтобы начать вам цикл лекции на тему что такое знание вот и передать вам то что знаю я и что я хочу вам передать дело в том что я пришел к выводу что во вселенной содержится информация информация обо всем вот здесь можно применить слово абсолют обо всем абсолютно и о прошлом и о будущем а сегодняшнее я вам поясню что такое сегодня сегодня это одна двадцать четвертая секунды вы все знаете что когда нам показывают кинофильм скорость движения кадров двадцать четыре кадра в секунду то есть один кадр одна двадцать четвертая секунды то есть в принципе получается фотография я это называю состояние но состояние может быть и меньше одной двадцать четвертой секунды одна сотая секунды одна тысячная секунда и вот эта точка которую я и называю состояние а вот передвижение этих состояний то есть не передвижение состояний а изменение это и есть движение движение это изменение а состояние это фиксация определенной точки то есть и если мы хотим получить анализ воды что мы делаем мы берем сосуд какой-то ну типа кружку допустим кружку перед нами речка она течет в речке в самой но невозможно сделать анализ поэтому мы кружкой черпаем воду из-за речки и потом той воде которую мы зачерпнули в кружку мы делаем анализ то есть можно сказать что анализ воды по состоянию на какое-то время и в каком-то месте в пространстве пространство и время то есть когда объясню немножко по-другому когда бухгалтер сдает годовой отчет про годовой будем говорить не будем говорить про квартальный он там указывается обязательно то есть это годовой отчет по состоянию на 31 декабря в течение года то есть то что сложилось в течение года в определенной деятельности отсюда у меня получилась формула мечта физика Фейнмана Фейнман говорил всю физику можно поместить на одном листе бумаги а можно ли ее поместить в одну единственную формулу вот я вам и говорю можно можно и произношу ее таким образом деятельность пропорционально отношению движения и состояния как это можно написать пишем слово движение потом ставим знак равенства а потом пишем движение делаем косую линию и пишем состояние то есть движение то есть это у нас знак отношения вот это косая линия знак отношения вот только за эту формулу я тут немножко посмотрел кто у нас являются академиками и за что они получили звание академика то есть их избрали на академическом форуме собраний академиками за вот у меня здесь вот действительно члены РАН вот членами российской академии наук являются действительные члены РАН академики главная обязанность членов российской академии наук состоит в том чтобы обогащать науку новыми достижениями члены РАН избираются общим собранием академиков членами российской академии наук избираются ученые пожизненно как являющиеся гражданами российской федерации и эти ученые должны были обогатить науку трудами первостепенного научного значения а вот кто мне скажет что такое значение но я сейчас не буду давать определение этого понятия а я это веду к тому чтобы спросить у всех а что такое вот у меня тут передо мной конституция третья статья конституции говорит о чем она говорит единственным носителем суверенитета я я уже говорил о суверении вот почему король Франции Людовик XIV заявил государство это я он хотел сказать что он суверен то есть единственный источник власти а вот в Российской Федерации источником власти является ее многонациональный труд вот но я все-таки хочу перейти к тому слову так задену немножко слово такое достоинство достоинство что такое достоинство опять же этому понятию надо дать определение я вам расскажу быстренько что такое определение определение это есть характеристика того предмета который мы обсуждаем вот у меня в руке предмет который мы с вами называем достоинство вот ему надо дать характеристику то есть характеристика в свою очередь что такое характеристика в свою очередь это Перечисление свойств обсуждаемого нами предмета Я здесь не говорю объекта Я стараюсь избавиться от этих иностранных слов По латыни объект это есть предмет А субъект это есть лежащий внизу Так нам дают перевод Я исхожу из перевода Умные люди вроде бы да Академики и прочие Они это все изучают Но дело в том Что если они академики То они недалеко ушли от тех русских толмачей Толмач Сейчас называется переводчик Толмач То есть он толкует Это слово Толкует произнесенную фразу Но на сегодняшний день мы не будем К ним так сказать относиться с предубеждением Мы примем все так как пока есть на сегодняшний день Ну так сложилось Но Мало ли что сложилось Нам надо приходить К пониманию правильности Правильно А почему правильно? А вот здесь уже русское слово Русское слово Править Править Испокон в русском слове В русском понимании Править Было Выправлять Выравнивать То есть Ага Русский говорил Поправить надо То есть выровнять Или выправить Выровнять Доедет Это колесо В Рязани Нет Однако Не доедет Сидят Два русских мужика И обсуждают Карету С ее колес Ну Вы знаете Из какого фильма Уна 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 Моментум Это оттуда Так вот Я Пока что Веду к тому Что Вот все у меня складывается Так Не могу я без этого То есть Если мы с вами О чем-то говорим То мы должны Говорить Правильно Правильно От слова Править Прав Право Управление Правительство Справедливость На сегодняшний момент Мы можем Перейти к математике В этом отношении То есть Если мы говорим Вы Править Выровнять То мы Хотим сказать О Функции Линейная Ну Функции Тоже не русское слово Я вам скажу Русское слово Так сказать Переведу Деятельность Функция Это деятельность Приходит мужик В баню Подает деньги Кассиру И говорит У вас Баня функционирует Она Конечно Не знает Это слово И говорит Чего Я спрашиваю Баня функционирует Я не понимаю Что он говорит Он у вас Баня работает А да Баня работает Грамотный Пришел Интеллигентный В шляпе И в галстуке Он не знает Русского слова Деятельность Работа И он понятия не имеет О том Что деятельность Пропорциональное Отношение Движения И состояние В бане Течет вода Этим движением Человек Моется И получает Чистое Состояние 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 Своего Тела Так вот Я хочу Сказать о Путине Владимире Владимировиче Нашим Любимым В кавычках Президенте Российской Опять не русское Слово Президент По русски Председатель Раньше у нас были Председатели колхозов Председатели Совета министров Вот А сейчас у нас Нет председателей Сейчас у нас Все кругом Президенты Даже я был Президентом В свое время Ну По глупости В начале 90-х годов Когда пошел Ажиотаж Я тоже Создал там Что-то И тоже был Президентом В этом Созданном Мною Что-то Но На сегодняшний момент Я это признаю Глупостью А Путин В своем окружении Эту глупость Никак не может признать Но и не хочет Я так Думаю Думаю Так вот Что я хочу сказать Про Путина Вот Путин Заявил Во всеуслышание У меня вот есть Подборка Где Путин Говорит О том О титульных народах Российской Федерации Федерация Опять же Не русское слово Я не буду сейчас Заниматься Переводом И так уже Время прошло Двадцать минут Уже я болтаю И вроде бы Все Говорю Ну Короче Тема у нас Одна Мы Рассуждаем У нас Нет Вот сейчас Путина Сделаю Вот И вот Путин Там Говорит О титульных Народах Российской Федерации Естественно Он называет Русских Это понятно Когда меня Спрашивают Какой я Национальности Я говорю Я отношу Себя К русским Я не говорю Что я русский Почему Потому что Высоцкий В свое Время Сделал Такую Песню Только Русские В родне Прадед Мой Самарин Если Кто И в лес Ко мне Так И тот Татарин Так Вот Путин Говорит О титульной Народности Русских Татар Я тоже Не возражаю Не буду Много Говорить Но Он сказал О титульном Народе Он признал Титульным Народом Российской Федерации Евреев Лично Я против Евреев Ничего Не имею Но Не могут Они быть Титульным Народом Кстати Говоря Титул Вот титул Это Есть Почетное Звание Перевод С латыни Опять Опять латынь Опять латынь Зачем она нам Нужна В нашем Русском Языке Она Опять перевод Нам дают Как надпись Почетное Звание Ну Титулы Были Например Графы Герцоги Это был Титул Но Титул Народа Уместно ли Здесь Слово Иностранное Слово Титул Говоря О народе Населяющем Нашу Да не нашу Любую Страну Любую Страну Нет Причем Здесь Титул Это Говорит О том Что Путин Невежа Есть Иностранное Слово Греческое Идиотия Нам Дают Перевод Такой Невежество Русский Перевод Отсюда Получается Идиотия И Идиот То есть Невежа Вот я Путин Могу Прямо Назвать Идиотом Почему А я переведу Я говорю На греческом языке Я вполне Имею право У нас Болтается Греческий язык В русском Да Употребляется Слово Идиотея Употребляется Я Я Че Тебя Оскорбил Нет Я Тебя Назвал Идиот То есть Невежа А Почему Невежа Да потому Пусть не образованы Власть За которую он зацепился Пятнадцать лет назад Это не потому что Сегодня Пятнадцатый год С двухтысячного Идет И значит уже пошел Шестнадцатый год Его власть Вы понимаете Дело Вот У нас Властвовали Сталин Значит Брежнев Сталин с С двадцать четвертого По пятьдесят второй О Вру Ну Включительно Пятьдесят второй Да Пятьдесят третий год Он Умер Да Вот С двадцать четвертого По пятьдесят второй Ну Почти Будем говорить Тридцать лет Что Путин тоже хочет Властвовать Тридцать лет А что такое Он знает Что такое власть Нет Он же Невежественный Человек Он не знает Что это такое А его окружение, его советники, помощники, тоже не знают, что это такое. Я уже говорил, они не знают, что такое право, они не знают, что такое логика, абсолютно не знают. Вот, они пишут, в Конституции, статья третья, народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Я всегда говорил, что власть в нашем государстве имеют три ветви, значит, Совет Федерации, Госдума, суды и правительство, три ветви. Вот, а эта власть разрешает нам с вами самоуправление. А что такое самоуправление? Управление, тоже не знают они, они не знают, они говорят о самоуправлении. То есть, Ецин говорил, возьмите себе суверенитеты, сколько хотите. А нам говорит, а вы возьмите себе самоуправление, как хотите. Ну, взяли, мы самоуправление, допустим. Но мы не знаем, что это такое. Нас никто не научил этому. У нас, в Оренбурге, я как-то раз еду на троллейбус, смотрю в окно, и на Доме профсоюзов у нас висит вывеска. Академия труда и социальных отношений. Думаю, надо сходить узнать, что такое социальные отношения. Дело в том, что я сейчас готовлю, в принципе, это ноу-хау. Ноу-хау все знают. Ну, грубо переводится как знаю как. Но я вам сейчас скажу то, чего не знаю сам. Ну, не знаю я. А почему? Да потому, что этого никто не знает. Ни один академик, ни один дурачок в дурдоме. Никто этого не знает. Никто не знает. Почему у нас толпа называется обществом? И вот я давно уже заряжен мыслью, как же все-таки нам создать общество? Я даже определение дал этому понятию. Общество это и есть пропорциональное отношение элементов. А что мы имеем в виду под элементами в обществе? Это каждый человек. Каждый человек есть элемент общества. И все, что человек создал за время своего существования, тоже есть элементы общества. и так называемое государство – это тоже элемент общества. То есть я подвожу вопрос к тому, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является его многонациональный народ. Никакое государство не имеет права брать на себя функцию власти. Тем более, власть – это что такое? Опять же сейчас коснись, опять сейчас начнут руками разводить, начнут городить что-то. власть – это насилие. Есть такой австрийский еврей Элиас Канетти. Я почему акцентировал на слове «еврей»? Не может он быть австрийцем. Так же, как «еврей» в России не может быть русским. Говорят, русский композитор – там и называют еврейскую фамилию. Да не русский он. Так и скажите. Еврейский композитор, проживающий в России. Чего здесь такого особенного-то? Ну, еврей он и есть еврей. Ну и что? Кстати говоря, по поводу евреев, еврей Карл Маркс выразил определенные мысли, отразил, не выразил, отразил на бумаге. И еще один еврей, Игорь Шифаревич, так называемый академик, он тоже отразил свои мысли в книге, которую он назвал «Русофобия». Как евреи его били за эту книгу? Ну, не в буквальном смысле, конечно. Вот они били его так же, как евреи били Форда в свое время. Когда Форд начал писать подобное, ему сказали, «Ты, если ты будешь продолжать свою писанину, мы тебя банкротим». Да. А вот академик, еврея, академика Шифаревича, банкротить невозможно. Тем более, что ему сейчас 92 года. И вот он получит от нашего государства, так называемого, но не от государства, «Путин распорядился», ай, вру, ну да, «Путин распорядился», каждому академику выдавать под 50 тысяч рублей. Независимо, сделал он что-то, или не сделал он что-то. Вот, я вам уже говорил о том, что вот, академик обязан, обязанность, тут так написано, это, это, Википедия. Ну, я на нее так, постольку, поскольку, конечно, ну, помойная яма, Википедия, помойная яма, но я туда загляну, а то и он. Так вот, там в этой помойной яме написано, обязанность членов Российской Академии обогащать науку новыми достижениями. Ну вот, ему 92 года, а у нас есть еще один академик, тоже еврей, ему 100 лет, ну, живет человек, 100 лет, очень интересно, да здравствуй, все, и вот они все будут скоро получать, не 50 тысяч, а 100 тысяч рублей, а у меня пенсия 8 рублей, 8 тысяч, всего, нам всего, а вот академик, которому 100 лет, будет получать 100, а зачем они ему? И, самое главное, за что? Все, что он смог, он уже сделал, а звание-то у него осталось, звание осталось, и денежки ему поканают, опять же, ох, какие крупные денежищи, опять же, высочки, 100 тысяч по одному рублю, 100 тысяч по одному рублю, это будет сумасшедшие деньги, это еврей Аркадий Райкин, часто, значит, привожу в пример Аркадия Райкина, Высоцкого, кстати, Высоцкий тоже имеет корень еврейский, вот, но делать не в этом, мы смотрим на человека, потому что он делает, а вот еврей сделал, что-то там, что-то, получил звание академика, и всю жизнь будет боковуша бить, и живет 100 лет, живет и живет, на здоровье, пусть живет, но, но получил, сделал, получил, если не делаешь, зачем, на каком основании будешь получать-то? только со звания, а что сделал, а я не буду про других академиков говорить, но их баню, так вот, вот, говорят, у Путина есть звание кандидат экономических наук, и опять же говорят, что он его себе сделал, и неправильно сделал, у кого-то слямзил, сбондил, стырил, украл, вот, но, не вижу, не читаю нигде, что у него это звание отобрали, то есть, он у нас может работать доцентом, вот, Медведев, доцент, как говорил Федоров, глазник, 50 процентов моих доцентов в своих портфелях носят свои документы, а 50 процентов моих доцентов в своих портфелях носят свои документы, была у него такая шутка, у меня один приятель, сосед учился у него в Москве, вот, но, к сожалению, он погиб, этот мой приятель, и его сейчас нет, так вот, идем дальше, видим мост, на мосту ворона, мы берем ворону за хвост и бросаем ее под мост, пусть ворона мокнет, едем дальше, видим мост, под мостом ворона, мы берем ворону за хвост и бросаем ее на мост, пусть ворона сохнет, ну, сказка про белого бычка, но, без, немножко мне отойти, вставочка такая, юмористическая, Я и все остальные, вот Райкина, Высоцкого, я тоже вставляю для того, чтобы немножко, чуть-чуть, и разбавил напряжение. Вот эти я уже забыл про Путина. Мы же с вами сейчас говорим о Путине. О чем? Чего мы говорим про Путина? А мы про Путина говорим, что он невежа. Идиот по-гречески. А у него столько любителей, очень много. Это все, которые уважают силу. Какую? Они же понятия не имеют о силе ума, но они хорошо знают силу физическую. Вот, то есть, насилие. Насилием было узурпировано такое устройство, как Советский Союз. Насилие. Ну, вы все знаете, 91-93-е годы, все, чем мне вам пересказывать это все. Ну, произошло насилие, причем незаконное. Сталин никогда не говорил о революции, Великой Октябрьской социалистической революции, что это революция. Он всегда говорил, что это переворот. А переворот, опять же, если не по-русски, по-гречески, по-моему, переворот, это катастрофа. То есть, в 17-м году случилась катастрофа. Но эта катастрофа произошла относительно легитимно. Вот, опять нерусское слово. Легитимность – это законность. Она произошла законно. В чем выражается закон этой катастрофы? А выражается он в том, что царь Николай II отрекся от престола самостоятельно. Никто с ножом к горлу к нему не приставал, он отрекся. Он в пользу своего брата Михаила. Михаил тоже не захотел быть наследником престола. И тоже отрекся от этого престола русского. Но он отрекся от престола в чью пользу? Он отрекся от престола в пользу русского народа. Я не скажу вам точно. Были там перечислены в его отречении титульные нации? Есть ли он... А ведь это чистый юридический вопрос. Есть ли там присутствует в этом отречении слово русский народ или российский народ? То это относится только к русскому народу. И уж тем более ни в коем случае не относится к еврейскому народу. И не может быть еврейский народ титульным народом Российской Федерации. А вот Путин сейчас находится у власти незаконно. Незаконно. Почему? А потому что он наследник Ельцина. Ельцин ему передал эту власть. И как там избирали, не избирали, делали не выборы. Вот все кричат, вот надо добиться законных выборов. Да все это чушь собачья. Не нужны нам эти никакие выборы. Ельцин передал власть Путину. Ту власть, которую он взял незаконно, узурпировал при помощи насилия. Батька белорусский тоже незаконный. Наш этот самый ближайший казах тоже незаконный. Азербайль. Дележка произошла тоже незаконная. Вот у нас очень интересно в Оренбурге. Город Целюлецк относится к Российской Федерации. А железная дорога, которая проходит через Солюлецк, вот допустим из Ташкента в Москву. Из Ташкента в Москву поезд идет через Солюлецк, хоть там разделите елки зеленые, я не знаю, но не может присутствовать на территории одного государства владение другого государства. Причем вроде бы как будто бы на законном основании. Оно так и называется, железная дорога, там, я не помню сейчас точно. но я удивился очень, как это железная дорога в Солюлецке владение Казахстана. Ну ладно, это для нас сейчас не главное. Главное для нас наше с вами рассуждение. я предвижу, почему предвижу, потому что я уже не раз получал определенные записи, я там болтаюсь в этой помойке в этом в интернете, и мне пишут, что все это ерунда, что все это все пятое-десятое, а вот очень интересно, я когда говорил о помойке по поводу этих самых академиков, по поводу Википедии, вот Википедия тоже помойка, а вот я прочитал очень интересное сведение, на самом деле, так, или не на самом деле, но я поделюсь с вами тем, что имею сам. Значит, я буду говорить, что это предположительно. С чего пошла фамилия Ротшильд? ротшильд, он он приводил так, божеский вид более-менее, в порядок, и потом продавал их. И когда кто-то интересовался, где можно что-то купить, там, как это, люди между собой разговаривали так, а над дверью, над проходом в дом, в котором молодой Ротшильд жил, висел красный щит. Красный щит. Красный рд, по-английски. щит шилдер. Ну, и вот, когда кто-то хотел найти этого молодого Ротшильда, ему поясняли Ротшильд, то есть красный щит. Так, как говорит Геннадий Хазанов, которого я тоже люблю смотреть, он говорит, название любой вещи может служить еврею фамилией. Вот вещь, красный щит над дверью, над входом, послужила фамилией еврея Ротшильда. Но дело не в фамилии, а дело в том, как он начал работать. И вот Шафаревич, когда пишет свою книгу, я ее вот нашел в интернете и читаю. Онлайн. Опять не по-русски. дурная голова по-русски не разговаривает. Так вот он говорит, вот у евреев есть какая-то загадка. Загадка. ведь в чем, вот почему они вот весь мир захапали. Грубо говоря, и почему будем называть титаны нации евреев. в России титульная нация евреи. да, так скоро и получится. вот с таким руководителем, как Путин, вот Путину Берлазар, главный еврей России, сказал такие слова. Сначала он ему сказал по-идиш на-идиш, а потом он ему перевел по-русски и говорит хорошо, это хорошо. А разве лучше, не лучше? Ну вот, сделал я стенку ровную, ровную, вот, а чем я ее сделал? Правилом, опять русское слово, правилом, правилом я ее сделал, ровно-ровно, хорошо, хорошо. А евреев мало, Берлазару, он говорит, а разве лучше, не лучше, а лучше как? Хорошо, ты мне скажи, как лучше-то? Ну, покажи, там, не надо пока, поясни, поясни по-русски. А он по-русски плохо разговаривает. По-русски плохо, и я хожу иногда в эту, в нашу еврейскую еврейскую церковь, короче, я там давным-давно ходил, там, брал библиотеки, брал Тору, это я когда изучал, когда я изучал, что же значит еврейская звезда Давида, вот, еврейская звезда, ну, представляете, два треугольника, один в другом, вот, потом, много лет спустя, вот, недавно, относительно, я туда опять пошел, ну, надо было мне там что-то узнать, о, я встретил нашего главного еврея Оренбургского, по-русски говорит, хорошо, а вот до него, который был, как мне библиотекарша говорил, а он, говорит, по-русски вообще ничего не понимает, вот, евреи не знают, что у них главный их главный их знак означает, не знают, а почему, а не надо им знать, они, нет, так вот, я веду к чему, Шафаревич и Карл Маркс, вот, Шафаревич не читал Карла Маркса, а надо было бы, Карл Маркс написал к еврейскому вопросу, к еврейскому вопросу, потому что еврейский вопрос был уже описан до него, до Карла Маркса, а он вернулся, и так и о заглаве, к еврейскому вопросу, а Шафаревич тоже задается вопросом, в чем же, в чем секрет евреев, почему евреи вот в таком состоянии находятся, как сейчас, у меня был один знакомый пацан, в 90-х годах он что делал, он в одном районе Оренбурга покупал сигареты за 15 копеек, а в другом районе Оренбурга он продавал их по 17 копеек, 2 копейки, русская пословица, курочка по зернышку клюет, а евреи делает, вот в этом его секрет, секрет, то есть он меркантилен, торгаш, и Карл Маркс это раскрыл, а Шафаревич этого не знает, а Карл Маркс не был академиком, а Шафаревич академик, ну это так, вот, ты, хоть ты и академик, а другой академик у меня знакомый, ну как знакомый, ну да, я его много прочитал, Острицов, и тоже Игорь Николаевич, он говорит, не надо мне твоего мнения, я не желаю его слушать, почему, а я тебе не навязываю, я сам, лично сам, я не читаю, я вот страничку другую посмотрел, пробежал, и сразу решаю, что это хрень собачья, А Острицов, тот отказывается совсем, тот сразу отказывается, я не хочу тебя слушать, и он взялся тоже за социальное направление, за общественное направление, а ты, а он тоже какой-то академик, общественный академик какой-то, его тоже называют академиком, доктор наук, главный, по физике у нас там, атомной физике главный, Острицов, ну и что, ну вот и сиди ты на своей физике, на своих атомах, вот, ну что ты полез, если ты не знаешь, что такое общество, что ты туда лезешь, и еще вам расскажу, закончу этим, приехал я в нашу академию социальных отношений, а эта академия вообще-то в Москве, а здесь у нас пупыришек, маленький, аппендицит, институт, вроде как, но от этой великой академии, и вот я и спрашиваю, вы вообще, в принципе, знаете, что такое общество, социум, я к директору зашел, к директору, она говорит, да нам наплевать, мы эту академию так не называли, ее назвали там, а это академия, академия труда и социальных отношений, частная лавочка, деньги делают, и все, делают деньги, я почитал, форум там, пацаны, девчонки пишут, ужас, сплошная, сплошная обдираловка, знаний, нет, давай деньги и все, и получишь ксиву, и куда этот бестолочь в 20 лет с этой ксивой придет, который он купил за деньги, он говорит, да к этому преподавателю, вычитал, да к этому преподавателю вообще можно не ходить, пришел и сдал, вот такая академия, академия социальных отношений, академия, которая не имеет понятия, что такое социальные отношения, социальные, тем более отношения, она говорит мне, мы здесь даем знания, вот, вот что меня больше всего удивляет, они, вот эти вот, доктора наук, кандидаты, они уверены в том, что они дают знания, никакие знания они не дают, только деньги стригут, вошляют, ну вот 59 минут, сейчас через минуту закончится, ладно, на этом я буду заканчивать, но глядишь, через какое-то время выдам еще один ролик, я хочу все-таки дать целый каскад, каскад вот таких вот лекций, как сегодня, как сейчас, поговорим, до свидания, пока, субтитры сделал DimaTorzok,